Раньше для меня было обязательным уехать в отпуск в разгар сезона в июле или в августе. Первым делом я бегала по туристическим местам, делала фоточки и отмечалась везде. Но сейчас мои предпочтения изменились. Решили сделать паузу в городе Больцану, покушать здесь, потому что мы ехали на машине где-то два с половиной часа и решили пообедать, немножко отдохнуть и скоро дальше поедем. Путешествия стали важной частью нашей семейной жизни. Еще до брака и моего переезда в Австрию мы встречались на нейтральных территориях, именно организация путешествий в других странах у нас вблизи. Путем пробы и ошибок мы нашли свою модель путешествий, деление обязанностей и финансовых вложений. Например, мы с мужем привыкли планировать летний отпуск в начале июня, когда еще нет много туристов, и в середине осени. Я всегда бронирую отели не в центре города, а в более спокойном месте подальше от шума. Путем прежним проведения на всех городах и сегодняшний день до конца и дюбранная площадка. Велик в Киеве. Воследствии. И в Киеве. Посмотрим душ. Мне нравится это, как они сделали. Красиво. Однажды мы забронировали отдых на море на 3 недели. Уже на первой неделе начали скучать. Мы поняли, что для нас достаточно 3-4 дня, чтобы набраться сил и реально расслабиться. Если путешествуем внутри Европы, то 3-4 дня оптимально. А вот если на дальние расстояния, то, конечно, подольше. Также мы нашли общий подход к отдыху и активности. Мы делаем активности на полдня, а полдня отдыхаем у моря или бассейна. Организация путешествий Это важная часть семейной динамики. Я люблю искать отели. Для меня это мега важно. А транспортную часть, например, как добраться, берет на себя муж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И, наконец, самая главная часть путешествий – кто платит за весь банкет. В нашей паре мы делим базовые расходы пополам. Проживание, перелет или бензин, питание. А все, что сверху – активности, спа, шоппинг – это каждый по своему желанию и возможностям. Мы любим дарить друг другу такие радости. С начала наших отношений сложилась примерно пропорция 60 на 40 по финансовым вложениям в путешествия. В незапланированных поездках, например, на день в спа-отель махнуть мы обычно дарим друг другу. Например, я могу пригласить спонтанно мужа или он меня. Я пробовала традиционные модели, где мужчина должен приглашать и платить за все. Но лично мне это не приносит удовольствия. Важно задаться вопросом, кому это путешествие нужно. В первую очередь я хочу путешествовать для себя и считаю, что круто иметь партнера, с кем можно разделить впечатления от новых мест. Конечно, у каждой пары есть своя модель. Кому-то удобно 50 на 50, кому-то, чтобы мужчина платил за все. Главное, чтобы было комфортно обоим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова